Начало недели стало по-настоящему горячим для рязанцев. Так 7 ноября ночью загорелся частный дом около торгового центра Виктория Плаза. Очевидцам удалось снять его на видео. Другой случай произошел днем 7 ноября. В историческом центре города на деревянной улице загорелся двухэтажный дом. Нежилое здание полностью оказалось охвачено огнем буквально за считанные минуты. Под порывами ветра пламя перекинулось на деревья и забор соседнего дома. К счастью, первые следы огня жители заметили сразу и успели среагировать. На кухне были, смотрю дым вот такой, ну и все, и уже пламя горит. Я поняла, что горят сараи. Вот, давай дочке звонить. Вот у скорой, он же лежачий, я сама на второй группе. Мне мама позвонила, я ехала в больницу. Мне мама звонит и кричит, вызывай пожарную. А стала вызывать пожарную. Мне сказали, что на вас уже выехала машина. Я еще несколько раз позвонила. Потом, ну, когда прибежали, мы выносили отца. Вот это единственное, что я делала. Женщина подбежала, попросила помочь вытащить, ну, старого человека, который не ходит. Ну, помогли и все. А дети вынести мужчину из дома помогли случайные прохожие. Двое молодых людей не раздумывали ни секунды. Ну, все уже в их дворе огонь был. Поэтому помогли. В первую очередь было то, что помочь, желание и все. Ни о чем другом не думали. Загоревшееся строение – это дом номер 23 на улице Рыбацкой. Однако пожар для него не первый. По словам местных жителей, три недели назад ночью здесь уже тушили возгорание. И просили, чтобы снесли этот дом. Вот здесь дом, который стоял, его сразу снесли. И этот дом все красуется. И вот его надо было убрать. Его никому дел нет. А это вот теперь второй раз. В два часа ночи горел. Или в час вот так. Но с той стороны немножко. А сейчас, видать, кто-то поджегся. Я не могу. Я не Господь Бог. Но я увидел, сарай горит. И все. И вот из сарая я перекинулась на дом. Прибывшие на место пожарные приняли решение уберечь от огня соседние постройки. Дома, заборы и деревья начали активно обливать водой. Постепенно пламя удалось локализовать. Никто не пострадал и в другом крупном пожаре, произошедшем на складе древесного угля. Здание на улице Прижелезнодорожной вспыхнуло еще ночью. На пульт диспетчера сигнал поступил 6 ноября в 2 часа 23 минуты. Пожар охватил все помещение. Причины и ущерб пока неизвестны. Чтобы одолеть пламя, на место прибыли более 20 пожарных. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».